Значит смотри, сейчас мы с этого моста уже съедем уже когда перейдем, вот по той косе уже когда проедем, да? Так мы заезжаем на мост опять, это мост с другой стороны. Там есть съемка с одной стороны и с другой. Вон он, смотри как, покажи разводной мост. Почти как в Санкт-Петербурге, в России. Ой, как здорово! Вот мы опять сейчас... Палметтоу! 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 Так вот мы сейчас куда попадем? В Санкт-Петербург? Да. Вот этот мост нас выведет уже, вот это уже Санкт-Петербург? Или нет? Ну это еще длинный этот мир. Мы проедем по большому большому мосту. Аааа, мы когда пересечем тот громадный мост мысл? Вот тогда мы пойдем в Санкт-Петербург. Ааа. А пока еще... Яхточки такие красивенькие. Это, я не знаю, как называется город. 35 миль в час. Окей, 35 миль в час. Винем 40. Палметтоу. Welcome to beautiful historic Palmetto. А, это город Палметто, да? Угу. Ну или пусенький городочек по всей видимости. Сейчас мы до сих пор о нем не слышали. Не, я помню на карте. Какой тут он был? Я слышала второй раз вчера. Ничем не запоминающийся почему-то. Ого! Бензин уже 3,17. 3,18. Может быть просто в этом каунте. Ничего себе. Потому что остров нужен. Но это уже не остров, это уже земля. Там надолго еще хватит? Она там уже где-то сейчас, где-то я остановлюсь. Ну где-то уже остановлюсь. Я забыла переехать в другой акаунте. Может быть там будет другая цена. Да господи! Что такое 10 центов на галлон? Это ничего. Ну все равно. 15 галлонов сколько ты заливаешь? 20? 25? 22. 22. За большую шишечную штуку. Почти 100 литров. Ого здесь. Макосинчики продают, пожалуйста. Макосин? Да. Ну поехали, поехали. Почему красный каракандин? Красивее такой Банков Америка построена. Да, как раз не очень. Не, ну такой вот опять-таки в этом стиле восточном. А, ну да. Это не восточный стиль. Испанский стиль. Испанский инвестадоров. Извините. Не, ну подожди. Для Америки это восточный стиль. Все нормально. Потому что Испания для них в Востоке. Макосин. Так, вот мы едем, едем, едем. Скоро крутит мост. А вот это то, что друг на друга против Walgreens и CVS. Да, вот это вот CVS аптека. И вот, пожалуйста, Walgreens, тоже аптека. Друг от друга стоят буквально через дорогу. И это не только здесь. Практически во всем. Во-первых, это сеть аптек. Они разбросаны или уж не знаю, распавлены. Там не только же аптеки. Там же и продукты. Нет, тем не менее, прежде всего это аптека. Это drugstore. Но они по всей Америке понастроены, скажем так. И именно по всей Америке. Опять же, если вы увидели Walgreens, это означает, что где-то буквально в двух шагах от Walgreens, чаще всего через дорогу есть CVS. И наоборот, если есть CVS, значит через дорогу есть Walgreens. Да. Это аптеки. Но, тем не менее, в этой аптеке вы можете купить не только лекарства, но и продукты, как то молоко, яйца, масло, даже пиво, хлеб. Ну, хлеб, понятно. Какие-то там необходимые продукты для своего ланча. Нет, нет, подожди. Сначала там всякие в баночках закрученные фасоль, горох и прочие овощи. Сахар, кофе, это понятно. Ну, и все остальное. То есть, в принципе, голодными не останетесь. Можете всю жизнь покупать продукты только в Walgreens. Ты можете. А, я не знаю, что я там покупаю. Ну, ничего себе. Я там не покупаю продукты. А там же есть нечего. Там есть все. Да. Ну, без особо. Мясо, да. Мясо, рыбу там не продают. Да, кроме всего прочего, ну, вы там можете, понятно, купить шампуни, краски для волос, зубные пасты. Ну, это как, в принципе, во всякой аптеке. Вот одежду. Вот. А кроме всего прочего, вы там можете купить колготки, носки, нижнее белье. Ну, что еще купить? Вот. Вот. Так, мы выезжаем в сторону. А где мы не выезжаем мы? Мы уже выезжаем в исполнение, да? Вот 50 миль в час. А чего я иду 40? Такая скромница. Скромность сейчас не украшает. Это раньше она украшала. Да, вот смотрите. Это было неправильно. А вот это беленькое и большое. Вот оно. Беленькое и большое. Можете переставить. Это напорная башня. Обычно на них пишут название города. Сейчас мы посмотрим, есть здесь название города или нет. Видимо, с другой стороны. Анимал сервис. Вот там приют для собак. В каждом городе есть приют для собак. Так, вот оно. В смысле для животных. Вот оно. Я не вижу отсюда. А это Манатикаунти. Украинский дом стоит желто-голубой. Желто-блокитный. У нас же флаг желто-блокитный. Желто-блокитный. Желто с голубым. И дом стоял желто с голубым. Вот Санкт-Петербург. Вон, покажи, что было видно. Санкт-Петербург, пожалуйста. Вот. На 19-ю дорогу, пожалуйста. Нам на 19-ю дорогу, пожалуйста. Вот сюда нам, пожалуйста. Сюда? Да-да-да. Сюда? Ох-х-х-х. У тебя чуть было не увязала. Затем... А туда можно уехать там. Там тоже вам где-то ехать до дома. Ну, здесь не можешь сделать крюк. Там нет такого красивого моста. Нам нужен мост. Да. Прежде всего, кому-то, кому-то, кто-то остановился. Нужна помощь. Вообще, когда ты останавливаешься так вот, и тебе нужна помощь, надо открывать этот... Как это называется? Открывать багажник. Не багажник. Вот этот. Не багажник, а впереди. Капот. Капот. И это значит, что тебе нужна помощь. Проезжающие машины, полицейские, при покупке. Кроме всего прочего, нужно еще включать два огонечка мигающих. Ну, они включены у него были. Но он не поднял капот. Он, видно, плохо сдавал на права. Вот я такая умная, потому что я их перевела. До этого я не была такая умная. В процессе перевода многое... Многое поняла, что я многого не знала. Так, а мы вчера здесь не были? Ну, судя по всему, если бы ехали по мосту, наверное, по этому красивому мосту. Ну, наверное, да. Так, 55 миль. О, там что, кладбище? Кладбище, покажи. Это вот кладбище. Здесь нет оградок, нет высоких памятников. Есть маленькие... Похожие на какие-то каменья. Но тем не менее, это было кладбище. А до моста еще далеко. Вау! Вот маленький мостик. Может, до этого включится. Ой, как красиво! Яхточка стоит. Пляжик смотри, какой маленький. Вот, видимо, кто-то приехал на свою ягночку. То, что... То, что вдоль дороги. Как-то вчера мама там почти ругалась. Террасейны и что подобное. Так, вообще-то не мешала бы, конечно, где-то на заправке. Сейчас где-то будет заправка, я остановлюсь. Так, вот это вот впереди. Я так понимаю, что уже 275-й. Это мы уже выезжаем на мост. Нет, мы сейчас вот под 275-й повернем налево. Должны скорее всего вернуть налево, чтобы выехать уже вот на эту вот дорогу и на мост. Так, мне надо... Что, повернуть? Поменять мне эту? Поменяй. Ты уверена? Думаю, что да. И где рэмп? Я не знаю. Вот я уже еду, еду, еду. Прямо под ней видишь? Да, все. А так это уже есть рэмп. Все. Она одна видит. Я думала, что надо где-то поезжать на нее. Все. Вот мы сейчас пойдем налево. Отлично. А сейчас будет перевезено. Вот уже долг плаза. Где-то будет въезд на эту большую дорогу. Все равно надо будет перестраиваться, потому что у нас ченч. Skyway Fishing Pier. Мы сейчас будем въезжать на тот самый мост, по которому приехали вчера. Опять солнышко вышло. Это неплохо. Главное через полмили. Сократите скорость. Сокращаем. Мельче. 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 Потому что правая полоса заканчивается. Перестраиваемся. Вот знак, что впереди будет пропускной пункт. Нужно будет вложить денежку. Денежку. Один доллар. Здесь бедра. Вот. За нашу машину. Так. Вот. У меня есть 1$. Покажи, сними как мы платим денежку. Вот. Там я снила. Hello. Hello. Thank you. Have a good day. это для них полагается представить сколько у них всех приветствовать и всем желать хорошего дня о все мы выезжаем на мост пока еще не а вот смотри мы уже уже это только вот на мост на двигателе у нас показывает вот что а вон он смотри вот мы видим что в реалии мост еще нет еще нет еще нет еще нет еще нет так вот это выезд трассы с правой стороны а это рейстерия если вы хотите половить рыбку сходить в туалет то можно повернуть на правую ручки мы туда не пойдем перекусить и просто отдохнуть а мы поедем прямо вот что-то я еду опять 70 миль в час а ну правильно 65 нормально так сперим 65 покажи рейстерию сейчас через окошко вот пожалуйста вот та самая зона отдыха совсем в ней необходима даже с пляжами она маленькая и вот он собственно выезд из лейра рейстерии и снова смотри какой это сейчас и въезд на большую дорогу строить что ли пирс или что это здесь или это старый какой-то разрушитель я думаю что типа волнолом какой-то вон он красивый мост так вот тот сам мост который мы оба веков сейчас опять поедем вот сквозь деревья вау величие такое какое-то бешеное просто величие ну красиво смотришь на это очень красиво смотрится эти две пики как будто какой-то летящий ах какая прелесть как будто взлетно-посадочная полоса как будто мы сейчас будем взлетать когда на верхнейшке заедешь наверх и взлетишь ну пока мы еще разгоняемся или вернее выруливаем на степень не ну я еду 70 миль в час я уже не разгоняюсь выруливаем со скоростью 70 миль в час самое главное сейчас построили два моста вот один мост два или это один мост это один мост а он разделен просто разделительными этими перегородками я думаю это два моста нет они играют какую-то инженерную функцию какую-то внесут на себя какую-то инженерную функцию не знаю какую на самом деле у меня 80 миль в час ему нужно избавиться не надо все идут 80 90 он идет впереди меня он меня обогнал я по мосту уже поеду по 80 миль это 120 почти 130 км в час мы сейчас идем смотри меня обгоняют пусть обгоняют 90 миль он идет пусть идет 90 миль с него хочется но тем не менее в мостах лучше не рисковать здорово боже как я сильно тоже очертания то есть самые взлетные полосы уже видны и мы приближаемся так главное я справляю до 70 потому что да 70 это вот самая средняя скорость сзади вообще никого нет здесь она такая разрешенная да ну вот они в 7 часа 90 ну в Америке вообще спид лимит на хайвеях 70 км в час 70 миль в час но тем не менее очень многие реконзи рискуют и 75 по крайней мере ведут а 75 это вообще ерунда трехачи ведут 100 останавливают 100 95 100 их останавливают нет мы когда едем по I-75 по 75 дороге там всегда стоят State Troopers и они всегда останавливают даже если ты идешь 75 а не 70 5 миль это вообще как бы не считать тем не менее останавливают и практически всегда там в засаде они сидят так вот мы уже сутки на мосту вот сейчас мы будем практически приближаемся к 50 миль в час да ой как красиво вот он желтые такие какую-то конструкцию в себе несут какую-то функциональную нагрузку какая махина а вот сейчас мы вот сейчас будем спускаться мы на самой высокой точке этого моста вот она самой высокой точке этого моста и там телефоны смотри и сейчас мы уже пошли вниз вау ой как красиво во махина вот мощь это же надо было такую махину возвести боже сколько умещения сюда потребовалось. Сколько сил, сколько денег. И мы платим всего лишь доллар за это, чтобы проехать по такому шикарному мосту. С другой стороны, было бы очень интересно поспрашать дяденьку или тетеньку, кто сидят здесь в толп-будках, а сколько машин за день здесь проходят. Мамыш, я не знаю. Какую-то информацию можно найти в интернете. Я думаю, что они сдают дневную выручку по одному доллару за каждую машину. Вот сколько миллионов долларов и не сдают, значит столько миллионов машин прошло классно. В принципе, легко и просто. Но они же нам не скажут. Так 60 миллил в час. С левой стороны пирс. Там вот там. С левой стороны. В большей степени там пирс для рыболовов. Да, и мы ехали, там для рыболовов 4 километров. А вот там в отдалении, если это все можно увидеть, наверное, скоро можно будет увидеть, а там уже очертания города Санкт-Петербург. Классно, тут есть Москва, Одесса, Санкт-Петербург. Есть город Неаполь, Венеция. Да, кстати. Красавчик. Ну, я не знаю, как надолго хватит, как долго еще продлится этот видеофильм, потому что батарейка уже на износе. Всем спасибо.